Ну а перед началом этого видеоролика рекомендую всем зайти на мою страничку ВКонтакте. Здесь входят разные крутые репосты, в общем-то заходите, ссылочка будет в описании. В данном видео я расскажу все, что известно об учителе йоды, мастере джедаи Нката Дальгорма. Начнем! Нката Дальгорма принадлежал к расе Хиселриан. Их можно было узнать издалека, из-за их змей подобного хвоста и огромнейших размеров. Наша история начинается, когда йода был еще молодым и даже не знал о том, что в нем присутствует великая сила. Йода и его лучший друг расы людей кое-как накапливают на еле работающий корабль, дабы отправиться на Корусан как строителя, чтобы получить хотя бы какие-то деньги. Однако на половине пути корабль ломается, а как мы понимаем, еда и вода постепенно заканчиваются, а на их сигнал о помощи никто не отвечает. Казалось бы, надежды уже нету, но вдруг они узнают о ближайшей болотистой планете, которая очень напоминала Дагаба, однако ее название так и неизвестно. Кое-как им удается добраться до этой планеты, где они находят хижину Нката Дальгорма. Дальгорма чувствует великую силу у йоде и начинает его обучать, а в свободное время рассказывает ему о великих джедаях древности. Нката Дальгорма оказался истинным примером для йоды. Проходит еще много времени, и все-таки на сигнал йоды и его друга откликаются. Йоде приходится покинуть учителя, и он отправляется на Корусан, но уже не в роли строителя, а в роли падавана. Надеюсь, что вам понравился данный видеоролик, и вы поддержите его лайком и подпиской на мой канал. Также не забывайте подписываться на группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Но далекая-далекая галактика с вами прощается. С вами был Великолепный Восьмерка. Всем удачи, всем пока, да пребудет с вами Сила!